Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эйфлер, природоцелитель. Мы говорим о здоровье. У меня на проводе наш коллега Дмитрий, который много общается очень с людьми, которые ищут что-то натуральное, уже, как правило, после ненатурального, у которых достаточно серьёзные проблемы уже со здоровьем, много всяких хронических заболеваний. Вот, повтори, что ты говорил по поводу, что я отнимаю игрушку у людей. Не ты отнимаешь игрушку, а всё-таки определённое пагубное питание, да, зависимость определённая от каких-то продуктов, и эта радость всё-таки, возможно, единственная одна из немногих у людей, как бы, когда, если её отнять, может быть... Мы же поэтому и говорим, мы ничего изо рта не вынимаем, вот именно что... Тоже неправильно, тоже как-то... Нет, я сейчас объясню, я сейчас объясню, не волнуйся, чтобы снять твои муки совести, да, как бы и прямо сказать бесполезно, по балде получишь, и не сказать, ты чувствуешь себя, что, да, не сказал, что спина-то у вас белая. Дима, здесь всё немножечко вот не такими всё-таки словами. Это игрушка, ну, это с одной стороны игрушка, это, да, ну, тут вот игры опасные с этим. Пища вам не... спички не игрушка, и так и пища. Послушай, здесь смысл в том, что едой, значит, человек заедает определённые эмоции, программы эмоции, это единая, как бы, да, программа порождает эмоцию, если её... если... там дальше получается следующее, либо загоняешь её вглубь тела, тел, как хочешь, скажи, мы многомерны, неважно. Для атеистов, там, кто не верит в эзотерику, просто в тело загоняется. И на уровне физики это происходит... с пищей... пищей это сделать достаточно легко. Ещё легче героинам, например. Примерно работает так же. Причём ты загоняешь... ведь заметь, героиновые наркоманы, по идее, уже не страдают, да, им она вообще неинтересна. Они живут... но им надо загонять. Почему? Тут получается... ну, получается, к сожалению, замкнутый круг. То есть, чем более низкая вибрационная пища, тем она ниже опускает вибрации тела. И таким образом тело останавливает очистку от эмоций, программы, а на уровне физики от токсинов. Таким образом... Но замкнутый круг страшен, что ты съел это... Ты понизил вибрации тела. Тело перестаёт очищаться. Блокируется очищение за счёт интоксикации. Видишь, тут всё это одно и то же. Просто на уровне физики это биохимия идёт. На уровне эмоций... Ты заел эмоцию, да, полегчало. А на уровне ментала ты задвинул вот программу, что я сделал то, что делают, вот, как бы всё хорошо, мясо меня спасло. Как бы ты задвинул вот какие-то программы, вот какой-то извне программы, да. Это едино всё. И ты говоришь о том, что игрушка, это, ну, вот, с точки зрения человека, да, для меня тоже пища была игрушкой. Ну, так вот, что-то там, ладно, сходил, взял там, запустил в рот немножко, да, кто-то множко. Там уже как бы заигрался человек, да, не остановиться. На физиологии работает микробиота, привязки, там, ну, привязки эмоциональные работают. И это же привязка ментальная. Ну, это одна, это одно, понимаешь, действие. Просто в разрезе можно смотреть. Поэтому это не просто игрушка, это инструмент, который эволюционно как-то вот стал играть такую вот роль. И сейчас он будет играть всё больше. Посмотри, вот ролик у меня скатит, по-моему, самобранка или где-то. Я вот запустил эту мысль о том, что, ну, ближайшие лет 20 трясти по еде будет очень серьёзно. Потому что это отображение, вот, работы с программами, с эмоциями. И физика уже как конечное проявление будет как бы не справляться. То есть пищи становится больше, а голод клетки тоже больше. Об этом вот Джулипо, например, говорит. Ты знаешь, мы не одни такие тут умные. Тут так, знаешь. Она говорит, я ем всё, но вообще-то, ребята, у нас голод. У нас всадник апокалипсиса, понимаешь? У нас голод клетки. Вот у тебя хлоридов не хватает. Ты каждый день, я тебе об этом говорю. Что-то меняется, не знаю. Да, ты стал чище. Но за год ты стал чище процентов на 10. Ты молочина, ты движешься. Но я-то вижу, где ты стопоришься тоже. Что я должен, Дима, кричать тебе, что брось свои игрушки, брось заказывать урбищ на себя, потому что он не сделает тебя здоровее. Ты сам меня не слышишь. А мне жалуешься, что пациенты тебя не слушают. Поэтому у тебя также работают программы и у меня. У тебя тоже привязки срабатывают. И ты тоже с чего-то сходишь постепенно, где-то ты не можешь дальше выйти. То есть ты согласен, да, да, ну хорошо, да, пользы нет. Но все равно у тебя тянется и рука, и это. Поэтому вот ответил я на твой вопрос, что изо рта. Я у тебя изо рта не вынимаю урбич, но проговариваю. Не даст ничего. Да продавай. Для тех, кто живет в программе, что урбич, он живой, это лучше, чем каша. Да, это лучше, чем каша. Но это из Сирии. Тебе дать по морде или в живот? Лучше в живот. Ну, можно умереть и в живот, если много раз ударить правильно. Но по морде нет, не лучше. Вот я уже, я буду опять записывать на эту тему, что, ну, хотите постепенно переходить с героина, там, образно говоря, на святую воду. Через что? Через марихуану. Через кокаин, через марихуану. Да, кокаин легче, чем героин. Марихуана еще легче. И польза есть даже. Польза в марихуане. Там человек перестает жрать многое, худеют люди, курить перестают. Там никотин не нужен уже. Легче становится. Да, лучше. Ну, что, давай все на марихуану, что ли, обратно идти или как? Ну, вот, понимаешь, когда ты дойдешь до святой водички, то марихуана уже покажется тебе, ну, наркотикам. Ой-ой-ой, зачем это мне? Тебе это не надо. Ну, вот, у каждого свой путь. Вот, наверное, так. На этом вот этот ролик мы закончим. Мы ни у кого ничего не вырываем. И ни в коем случае от себя сейчас добавлю. Если у вас родной человек или даже вы заигрались, вы, ну, догадываетесь об этом. Вот сейчас, если надо съесть этот кусок, съедайте его, и дальше будем думать, зачем мы его съели, как сделать, чтобы в следующий раз его не съесть. Но вот сейчас, если никак по-другому тело не успокоить, значит, никак по-другому не сделать. Мы за тело. Я, по сути, не только на стороне симптомов, я адвокат тела наших пациентов. И если вот по-другому никак, значит, сейчас лучше так. Так что, это «Природа-целитель», клуб «Эффлер», www.effler.ru. Андрей Широков. Спасибо за внимание. До встречи.